МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так вот, дружат страны с 1992 года. В обеих республиках представлены посольства и консульства, политический диалог налажен, но сейчас страны вступили в так называемое новое золотое 30-летие. И, собственно, отсюда и начинается новый виток развития между Казахстаном и Кайнер. Касым Жумар-Тукаев и Си Цзиньпин довольно часто ездят друг другу в гости. Только в прошлом году президент Казахстана посещал Китай дважды. Был и в этом году. Теперь вот встречает лидера КНР. Впрочем, частые визиты можно объяснить не только расцветом отношений между странами, но и дружбой между президентами. Более того, с Китаем Касым Жумар-Тукаева связывают особые воспоминания. Наш президент учился и работал там порядка 8 лет. Тесные личные контакты дали колоссальный результат. Китай стал одним из главных торговых партнеров Казахстана, заняв почти 30% в общем товарообороте Казахстана. Посмотрите, цифры говорят сами за себя. За 2023 товарооборот перевалил за 40 миллиардов. Кстати, эту амбициозную цель президенты ставили еще во время госвизита казахстанского лидера в Китай. Вместе с товарооборотом заметный рост и по инвестициям. По итогам года из Китая поступило вложений больше, на 16,5%. Но когда-то Китай сам нуждался в инвестициях. Возьмем конец 70-х. Эксперты именно отсюда считают экономический успех поднебесным. В это время в стране началась политика открытых дверей. Тогда подушевое ВВП КНР составляло меньше 200 долларов. Для понимания, в Штатах он был выше в 50 раз, а в Японии в 30 раз. Но снизив контроль государства в частном секторе, тогдашнему руководству удалось привлечь инвесторов. И надо признать, они долго не раздумывали и буквально ворвались на огромный китайский рынок. Зарплаты небольшая, производительность высокая. К тому же спрос на потребление – колоссальное многомиллиардное население. Западные инвесторы окупали свое производство всего за 2-3 года. Вместе с инвесторами в страну пришли технологии. Они-то и помогли Китаю проскочить как минимум два этапа прогресса. Вчерашний фермер сегодня с легкостью собирает микросхемы. При этом руководству страны удалось внедрить в коммунизм рыночную экономику. К примеру, в сельском хозяйстве доходы за сверхплан семейные подряды могли оставлять себе. Справедливо? А потому некоторые эксперты успех Китая называют не чудом, а примером экономики, которая наверстывает упущенное. После 2000 года рост ВВП Китая просто взрывает все мировое экономическое пространство. Страна заставляет таким образом весь мир смотреть на нее. И этот рост ВВП, смотрите, он практически вертикальный. Эксперты связывают с возвращением Гонконга. Дело в том, что до этого момента город находился под протекторатом Великобритании. Но аренда закончилась, и англичане ушли, оставив в наследие мировой финансовый центр. Еще один фактор, который сыграл не последнюю роль, вступление Китая в ВТО. А все это вкупе и дало экономический успех, о котором так много говорят. Вы же помните статистику, что Китай занимает одну третью вдоль внешней торговли Казахстана? Похоже, что уже совсем скоро этот показатель будет больше. Президенты хотят увеличить товароборот в два раза. Касымжумар Тукаев и вовсе считает, можно с легкостью до 100 миллиардов долларов довезти. Тем более, что Китай готов расширить доступ к казахстанским товарам на свой рынок и всячески стимулирует развитие транспортно-логистических коридоров между странами. Вот пример. Президенты запустили движение грузов по транскаспийскому коридору. При этом у Казахстана есть амбициозная, но вполне осуществимая цель. С нынешними-то темпами развития. Увеличение объемов грузоперевозок с 2,5 миллионов тонн до 10 миллионов тонн. А еще введен режим открытого неба. В неделю 42 грузовых авиарейса. Впечатляет. Стороны подписали больше 30 межправительственных и коммерческих документов. В том числе и о взаимном расширении инструментов мягкой силы. Открыли друг у друга культурный центр. И появился на территории Казахстана филиал Пекинского университета языка и культуры. Договорились об открытии второй мастерской Лубани. Первая открыта в прошлом году в Усть-Каменогорске. Госвизит Сидин Пин, а некоторые эксперты называют актом политической поддержки. Председатель КНР очень много говорил о заслугах Казахстана на международной арене. И признании нашей страны в качестве мидл-пауэр. А еще пообещал поддержку при вступлении в состав БРИКС. И, конечно, один из главных поводов поездки в Казахстан – это саммит ШОС, в котором мы завершаем свое председательствование. И надо признать, поддержка Китая, впрочем, как и всех глав государств, которые приехали к нам в эти дни, это больше про признание высокого личного авторитета президента и уважение достижений Казахстана на международной арене. КОНЕЦ